Из всех потомков Петра Алабина он, пожалуй, самый яркий представитель своей семьи, оставивший Самаре грандиозное наследие. Архитектор Петр Щербачев, внук знаменитого городначальника. Спроектировал более 180 зданий в Куйбышеве. По сути, это небольшой город. Причем, каждое из этих строений – уникальный объект открытия нового направления в мире архитектуры. Сегодня Самару мы видим такой, какой ее задумали великие архитекторы. Как, к примеру, это ансамбль «Самарская площадь». Одно из самых масштабных творений Петра Щербачева. Самара – это грандиозный музей под открытым небом. И каждый раз, проходя по этим улицам, горожане заново открывают для себя их красоту. Во всем многообразии архитектурных стилей и направлений. Ознакомиться с творчеством Петра Щербачева можно не только на самарских улицах. Сегодня в музее Алабина начала работу выставка «Обаяние таланта», приуроченная к 130-летию со дня рождения архитектора. Работают экскурсоводы и научные консультанты. В числе первых посетителей – глава Самары Елена Лапушкина и министр культуры региона Борис Иларионов. Жилые дома Щербачева – это не однотипные коробки. Каждое здание имеет индивидуальное оформление. А многие хорошо известные самарцам строения стали ключевыми объектами на карте города. Петра Щербачев получил в Московском училище живописи военной изотчества подготовку многостилевую. Там учили в стилях. И он мог работать в любом стиле, дипломный проект, как высшая работа, завершающая, выполнялась в классике. Но здесь интересный момент есть, что когда он закончил училище и занялся архитектурной деятельностью, настоящей, в 1926 году, ему пришлось проектировать в стиле конструктивизм. Здесь он начал заново сам осваивать эту новую стилистику. По мнению ученых, в творчестве Щербачева прослеживается вся стилистическая эволюция 20 века. От дореволюционного арт-деко до сталинского ампира и конструктивизма. Реализовать удалось не все, потому и ценность этой экспозиции особенно велика. Только здесь можно увидеть, какими изначально задумывались Самарская площадь, дом сельского хозяйства и элеватор с башней, со шпилем, как на МГУ. Действительно, в Самаре огромное разнообразие архитектурных стилей. И говоря о Петре Александровиче Щербачеве, конечно, надо сказать огромное спасибо ему за то, что он сделал для этого города. В каком бы уголке Самары мы ни оказались, одно из самых красивых зданий проектировал Петр Александрович. Это и крытый рынок, это и управление Кубежской железной дороги, это и поликлиника Кубежской железной дороги, это и штаб Привой. Конечно, Петр Александрович Щербачев – это такое очень важное звено в 20 веке между дореволюционной Самарой, социалистическим Куйбышевым и сегодняшней, современной Самарой. Мы накануне празднования 170-летия губернии. Очень важно, что эта выставка входит в число мероприятий, посвященных предстоящему юбилею. На выставке можно увидеть не только архитектурные наследия, представлены и личные вещи Петра Щербачева, а также работы современных художников и студентов. На его опыте сегодня обучается поколение молодых архитекторов, которые будут проектировать новый образ Самары уже в самое ближайшее время. Олег Зверев, Константин Головин. События. Олег Зверев, Константин Головин.